I have ways of blowing things off Здарова, ребятушки! С вами Аладушки и, к сожалению, я второй раз начинаю запись этой серии А у меня где-то минуток 10-15 геймплея потерялось, потому что игра зависла и сломала мне запись Что вы потеряли за это время? Вот здесь, если пройти через воду, есть небольшой сундучок Я посмотрел, что у меня тут не было пройдено Я вернулся, прошел сюда, пришел, забрал внизу этот сундучок И потом, есть еще пара вещей Мы сейчас спускаемся в подземелье Оп, да, у нас крыс проголодался Смотрите, я вам расскажу, до какого момента я прошел Чтобы все было честно То есть, все, что я сейчас буду пока что делать, я это знаю Потому что я это только что буквально проходил Так, секундочку Да, золотой ключик мы тоже получили У нас, если вы помните, вот эта статуя открывает проход туда вниз Есть точно такая же вторая статуя, недалеко от кристалла Вот здесь вот она стоит Где кристалл, сундук Я, кстати, не знаю, на съемке видно мой курсор или нет Вот где кусок корабля, справа от него там есть вторая статуя Открываешь и оттуда достается золотой ключик Я вообще хотел сказать, что Зачем я там сохранился и почему я с этого сохранения не начал Потому что следующее сохранение у меня более позднее Я пошел посмотреть, что там возле испытания Там был кинжал Было Зелье силы, которое навсегда дает одну силу Вот, и было И еще что-то Так, это мы забираем Тут, там у нас свиток молнии Это я, кстати, тоже заберу Спасибо Тут у нас отмычки, которые нам уже пригодятся Я уже знаю где Пойдемте, я вам все сейчас покажу, расскажу Тут все несложно, тут все недолго Вот, мы просто ломимся дальше Идем в зал усопших Тут у нас, как ни странно Вы удивитесь Но тут усопшие Которых мы избиваем Вон второй Да, мы по ним очень сильно почему-то промахиваем Да хорош бить по мне по четыре раза Лапками шкребут Да ну какой промах-то Я их танкую Потому что они вроде Не очень упоротые ребята Так, у тебя перегруз или А, тебе просто тяжело Потому что Здесь мы Берем Бумажечку Вот так нажимаем на кнопку И это у нас заклинивает И мы можем пройти Все, нормально Сюда Сходить нужно абсолютно везде И абсолютно обязательно Потому что тут у нас есть кнопочка Она открывает нам Да, тут у нас сапожки Которые я обязательно заберу Открывают нам проход Наверх Опять К пляжу Черепаки Которые С нашими прокачанными Навыками Нам в принципе Не особо то страшны Хотя Танк Мой уже начал Немножечко Подзагинаться Надо будет Или отдохнуть Или что-то Может не стоит Так прям Открыто Торговать лицом Вот, например Магия у меня уже И подзакончилась Да и хп-шка тоже Тут у нас есть Парочка травок Я, кстати Прокачал себе На мага Один уровень Вот эти все стрелочки Это прокачка уровней Это я протупил В прошлый раз Сказал, что это Повышение урона Так вот Да От мычки Вот так вот Мы используем По назначению Идем Забираем здесь Маску для мага Сейчас посмотрите Она у нас дает Плюс 3 защиты Плюс 5 энергии И бутылочку Бутылочку я тоже заберу Все Здесь мы вроде как Все сделали Ну смотрите У нас на это вот 5 минут ушло Я ходил чуть помедленнее Но все равно Все это было не страшно И дальше нам Вот сюда Знаете, что я сейчас сделаю? Я посплю Хрррр сделаем Опа Потому что мне нужно было Восстановить Записку я оставлю В записке говорилось Про секрет Который я уже нашел Она мне вроде как Не нужна А с другой стороны Это предмет Который Оп Так Тут у нас еще парочка Зомби будет ходить Которых нам абсолютно Обязательно нужно вальнуть Спасибо Вот тут Вот тут Вот тут Где оно у нас Тут было Вот этот ключик Да Ключик вот здесь Больше я вроде как Здесь секретов Не видел Вот сюда Вот мы ключики Узаем Тут вот Есть прекрасно Самая парочка Зомби Про которые я говорил Их можно на самом деле И оставить Но экспо Экспо на дороге Не валяется Поэтому Мы их сейчас тоже Немножечко Пригрохнем На первых уровнях Эта экспо Особенно ценная Потому что Надо прокачиваться Я понимаю Что я еще ничего Не качаю Но я обязательно буду И здесь у нас С вами лежит Собственно Рог призыва Который нам Необходим Для прохода Испытания Который находится Наверху И опять же Лестница у нас Здесь ведет Наверх Вроде как Опять же Не точно Но тут Больше никаких Секретов Не было Ну Когда я такое утверждаю Это вот вообще Все необязательно Вот Ну Посмотрим Как это все Вообще Будет И как это все Вообще Сложится Чтобы Уменять формат Да Это я знаю Спасибо Сказали мне Про такое Это мне конечно Спасибо Что сказали И собственно Игра у меня Вылетела На сохранении На кристалле Вот здесь Поэтому Сейчас Я остановлю Запись Сохранюсь И продолжим Уже с этого момента Вроде все Прошло Безболезненно Идемте На испытания На это Посмотрим Что оно такое И я еще думаю Открывать ли мне Эту дверку Таки не открывать Потому что Я уже говорил Причины По которой Я не хочу Ее открывать Но она Наверное Осталась В том Пропавшем Куске Ключи Золотые Они универсальны И если Пропустить Здесь Эту дверку То на следующем Этаже Можно будет Золотым ключом Что-то открыть Не находя Золотой ключ Хотя по идее На каждой двери Должен быть Свой золотой ключ В общем Не знаю Там зелье силы Которое дает Плюс один силы Постоянный Но Также Там Так Давайте Наверное Еще знаете Что сделаю Вот так Сделаю Ф5 Да Также Там находится Кинжал Кинжал На самом деле Я не очень Горю желанием Он На единичку Получше Чем рапира Ну Посмотрим В общем Поехали Ого Я понял Погодите Это так Не работает Мне Магу Хочу ли я Ну Давай Странная Трава Как Блин Мне нужно было Эти Зелье Хилки Высунуть Зелье Хилки Будет тяжело Маг почти Мертвый Если что А Все Меня Зажали Плохая Острота Надо Зелье Хилки Достать Погодите Мы Мы Сейчас Сделаем А Как Мне Одну То Достать Зажмите Shift Чтобы Да Каждому По одной Зельке Да Вот Давайте Мы Сразу Вниз Инвентаря Вынесем Чтобы Не Искать Блин У меня Нет Зелья Так Вот Яйцо Скушай У меня Нет Зелья Восстановления Никакого Это Печально То есть У мага Закончится Просто Манна И он Станет Бесполезен 40 Отличный 40 Нормально Мага Еще Нет Так Магия Закончилась Маг Почти Сдох Я Вынудил Его Самого Жить Себя Попасть Неплохо Я Почти Убил Уже Как я Это Выжил Вообще Не знаю Самоцвет Могущества Ёлки Палки Красный Самоцвет Испускающий Свечение Всех Цветов Спектра А И Куда Мне Ну Хорошо Пусть Будет Я же Не Против Так Одну Баночку Слопать Пришлось И то Я На Панике Наверное Можно Было Если Сильно Пожадничать То Можно Было Было Сэкономить На Самом Деле Фух Ну Его Нафиг Напряжный Босс Погодите Я Теперь Перед Каждым Сохранением Буду Остановить Запись Я Просто Не Ожидал От Игры Такого Сюрприза Ладно Теоретически У меня Есть Ключ Который Которым Я Могу Открыть Эту Комнату Но Я Не Буду Или Или Чё Блин А это Дальше Прикиньте Я думал Мы Сейчас Пойдем В Данж Вот Тут Нужно Было Открыть Этот Уголочек Карты Конечно Теперь Меня Будет Раздражать Я Думал Мы Пойдем В Данж И Там Застрянем А Вот Нет Нифига Так Письмо Второе Ступка Это У нас Для Лекарств И Вот Целебно Это Тоже Тебе Наконец Будешь Лекарствами Распоряжаться Я Уберу Так Письмо Близь Одинокого Та 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 Так Вижу Ты Немного Продвинулся Неплохо Неплохо Но Не Поддавайся Голокружению От успеха Это Лишь Начало Ну Или Почти Конец Все Зависит Только От тебя Вот Инструмент Который Тебе Пригодится Уверен Ты Найдешь Ему Применение Ступка Да Ступка А Зачем Ты Мне Помогаешь Если Ты Уверен Что я Склеюсь Ну Ладно Как там Хилочку Делать Целебное Зелье Одна Шляпка И Одна Эфирная Водоросль И Мы Получим Целебное Зелье Да Предмет Должен Быть В руке Вот Как Теперь Это Работает Понял Сделаю Одну Хилочку Посмотрим Может Мне Это Понадо Лепс Лепс Древоногов Кстати Грибочек Грибочки Эти Вроде Съедобные Это Не Для Куховарства Да Что-то Я в 5 Фига себе Ты должен Очень Не Любить Огонь Как По Мне Это Ж Дерево А Тут Погодите Он Что-то Защищал Ой Ёлки Вас Тут Два По 12 Бьют Хорош Успокойся То есть Они Тупо В кустах Прячутся Что-ли Ух ты Живем Я тоже Заберу Наверное На всякий Случай Насчет Уровня Повторяю Тем Людям Которые Волнуются Насчет Уровня Я его Подыму Но Между Сериями Потому что Мне нужно Понять Что и Как Я хочу Качать И для Кв Хочу Качать Ух ты Смешно Привет Какой Промах О Мы куда-то Пришли Так Грибочки Для Хилочек Ключ Понял Принял Угу Я сюда Вообще Шел Изначально Да Мешочки Дровишки Хилочка Хилочки Давайте Ну Наверное Можно Стакать Это И Заклинание Ого Магия Земли 2 Ядовитая Стрела Это Кстати Мне Вполне Может Понадобиться Земля Огонь Огонь Земля Все дела Ну Прям Это Выглядит Так Как будто Там Можно Пройти Дальше Но Там Нельзя Не Кажется О Привет Не Промахивайся Пожалуйста Надо Хрр-хр Делать Потому Что Что Прям Хп Моего Танка Ой Это Еще И Ночной Лес Я с факелом. Может, факел надо было днём-то убрать, а? Вот я, олень. Так, мы замкнули круг. Мне это уже нравится. Почти. А вот там что? Так, вот это можно пробить. Я уверен. Ну зачем? А, вот грибочек. Да, это мне нужно. Палка. А зачем она мне? У меня их уже две. Ну как предмет. Согласен. Его можно куда-то положить и всякое такое. Я, по-моему, слишком быстро бегу. У меня такое стойкое ощущение. Быстрее побежишь, людей насмешаешь. Чувак прям раздаёт. Блин, с Минотавру нужно что-то с точностью делать. Серьёзно. О! Вот лут, серьёзно, фиг заметишь. Лёгкая броня. Я не знаю, у кого там из вас, ребят, есть. Лёгкая броня нет. Так, ты мешок закрой. Надо будет отсортировать вещи. Нужно будет сделать кучу... Ой, у тебя есть эта рубашечка. Давай, тебе рубашечку дадим. Хоть какая-то защита будет. Нужно будет понять, что мы прокачиваем. Нужно будет понять... Кстати! Ледяное ожерелье. Похоже на ожерелье из зубов. Знаете, как было там? Ну, из этих. Ожерелье, изготовленное из зубов ледяного... Ледяной ящерицы. Кажется тёплым, но замораживает всё, к чему прикоснётся. На будущее надо это запомнить. Интересно. Ну, то есть, они сделали не данж. Там был кусочек данжа с такими кнопочками и все дела. Но сама игра не данж. Пока что, по крайней мере. Посмотрим, что будет дальше. Это очень прикольно. Интересно, как секреты будут в лесу выглядеть. Кроме вот этих вот веток и... Перезарядка, прощи, просто чудовищно долгая. Непрощительно долгая. О, пули. Погодите, а где... Так, у меня факел начал... Мигать. Я думаю, он уже стал подходить. Надо бы его поменять, что ли. У тебя факел остальные? Да. И может вообще до утра дождаться? О, тут спуск есть. Здравствуйте. А куда это? Очень глупо с моей стороны так делать, потому что, как вы помните, у нас были инциденты, когда ты заходишь, из-за того просто закрывается нафиг дверь и все. До свидания. Так. А, сюда нужен был ключ. То есть у нас будут такие многоуровневые локации. Куда-то вернешься, куда-то не вернешься, что-то сделаешь, что-то не сделаешь. Вот так это все будет происходить? Это интересно. Хорошо. Оп! Чудесная сила монтажа, и у нас уже следующий день. Причем не в игре. У меня здесь. Мне пришлось прервать запись. Эта серия, получается, наверное, самая рваная за последние, если не полтора-два года, то уж точно за этот год. Потому что то она началась и оборвалась запись. То есть, то мне приходится записывать кусочками, то мне пришлось записать пол серии и потом продолжить на следующий день. Но, ладно, вам-то что, вы-то практически этого не заметили. Кроме того, что я прокачал уровни, тут система прокачки немножечко изменилась. Навыки у нас теперь вот таким вот образом распределяются. Они по 4, по 5. И видите, ставят такие точечки на важных моментах. И тут везде подписано, что именно случится. У нас есть легкое оружие. Стрелковое, метательное, огнестрельное, точность, алхимия. Тяжелое оружие. В общем, да, смотрите, у нас больше нету топоров, мечей и молотов, грубо говоря. У нас есть распределение на легкое и тяжелое оружие. Это, хотел сказать, магичка. Она не магичка, она танк. Так, танк я буду качать на легкое оружие с броней. Броню обязательно буду вкачивать обоим танкам. Минотавра тоже буду качать на броню обязательно. Вот я сейчас кинул ему одну на броньку, чтобы они оба могли таскать тяжелое оружие. Ой, тяжелую броню. У нее стоит уклонение. У него. Минотавр, варвар. Ну, ладно, у него. Да, у него стоит уклонение, прокачанное у нас от природы. Но буду я ему качать тяжелое оружие. Вот эта косточка, это если еще тяжелое оружие считается. Пойдемте. Не будем сильно заморачиваться. Ой, блин, зря я так сделал. Тут вот поворот в бок, он считается... Он считается. Тут появились фонарики такие. Обшариваем стены очень внимательно. Как вы знаете, это... Это та игра, в которой может случиться абсолютно всё. За что мы её и любим, да? Так. Туда я не пройду. У-у-у, надо вон ту кнопочку, наверное. Да. Это было очевидно. Факелы продолжаем собирать. Погодите, а там тогда что? Ага. Сюда я пока тоже не пройду. Ключик нужен, я понял. Ну, фишка с камушком, да, это... Знаете, что мы сейчас сделаем? Погодите. У меня есть почти догоревший факел. Я его сюда положу, а камушек заберу. Может, и факел потом заберём, посмотрим, как получится. Стеночки, стеночки. Вот эти штуки меня немножко напрягают. Дырки в стенах такие вот. Мне кажется, что... Это не лут. Очень странно. Там как будто портал за стеной. Такой звук. Ёлки, ты кто? Ему яд не нужен. Понятно, он мёртвый. Бей. Бей. Фига себе, 11, рапирой, 47. Ох ты ж. Кстати, шлем. Здравствуйте. Кстати, молот или топор. Здравствуйте. Так, камушки я подобрал. Мага на изготовку возьмём. Что это такое? Это головолом, собственно говоря. 7,22 плюс силу. А, это, кстати, у нас ещё на силу, на ловкость прокачиваемое оружие, да? Это, блин, вот... А, нет, это тоже от силы плюс силы. Это силозависимые. Понял. Хорошо. Значит. 7,22 требуется тяжёлое оружие, 3. Погоди, это особая атака. А без особой атаки здесь 22, 15, 38. Да, я могу его одеть. А это... Вот, смотрите, у нас появился второй слот. И мы сюда можем ставить без зазрения совести. Я не знаю, зачем я с собой рог таскаю. Ну, ладно. А, и шлем. Это у нас тяжёлая броня. Это крестьянская шляпочка. Так, вот это вот мы сюда. Пока что у нас будет дебаф идти. Да, я знаю. А, стой, у тебя маска. У тебя нету, Шапкина. Держи. Обмотайся. У нас пока что будет идти дебаф, но броню я буду качать в первую очередь. Потом уже буду качать оружие. Поэтому пока что одеваем что есть. Пусть оно даёт дебаф. О, ключик. Блин, а вот опять же, внизу экранчика такой махонький, заныкан. Фиг поймёшь. А ты, что за балахон? Бала-балахон. Уклонение 2. Слушай, вот уклонение, по-моему, тебе нужно, да? Защита 2. На, ты же у нас... А, это... Ой, хорошо. Изодранный плащ. Это у нас отдельный... Под плащи у нас отдельный слот идёт. Чё, факел начинает тухнуть? Больше ничего нету. Вроде ничего. Ну да, такой данжик... Вот это место с порталом за ним. Ну, ладно. Посмотрим. Если что, факел я убирать не буду. Мы сюда можем в любой момент вернуться. У нас есть тут такая штука, как небольшой бэктрекинг. А, и крысу нашему я качал химию, если чё. Что за ящерица? Это еда? Шашлык из ящерицы? Да, это еда. Там очень... А, вот, смотрите. Видите? Да, ещё бы попадать этим там головоломом, которым... Было бы вообще неплохо. 27 критически. Хорошо. До свидания, чувак. Щит. Кстати. Ой, посох. Ой, посох. Ой, как хорошо это стало. Энергия 5. Требуется концентрация. Да, на здоровье. Короче, наш первый посох. Суперский. Вот. Теперь щит. Оу, щит. Давай, наверное, вместо рога поставим, что ли. Что у нас... Он как классифицируется. Здоровье минус 15. Ну, в принципе, ладно. Уклонение плюс 5. То есть он не даёт... О, а тут есть ещё один головолом. Головолом, да? Я не знаю, зачем он мне. Так, нагрузка. Нагрузка пока позволяет. Пока позволяет нагрузка. Будут с собой таскать вообще всё. А потом посмотрим. Мы сюда ради посоха пришли. Мне кажется, что я когда щас открою, там сработает какой-то скрипт. Так, давайте хррр. Опа. Надо бы отсортировать инвентарь, то у меня уже там перестаёт влазить всё. Так. Магию на. Ключки заберу. А, это бомба. Бомбу тоже заберу. Нет, никакие скрипты не сработали. Ну, там явно что-то есть за стеной. Попасть я туда пока что, наверное, никак не могу. Хотя, кто его знает. Стойте, а секрета в секрете нету? Такое же бывает. Вроде нету. Ладно. Пойдёмте. На всякий случай, здесь вот ещё. Да, здесь ещё гляну, потому что он такое местечко. Ну что, немножко подозрительное. Там портал реально за стеной. Зачем? Тут мы нашли ключ. И больше ничего. На полу тоже ничего больше нету. Ну, хорошо, хорошо, валим. Ребят, если я где-то пропускаю какие-то кнопочки, что-то где-то, пишите. Пока недалеко будем стараться возвращаться, забирать всё, что нам нужно. Обидно было бы оставлять секреты, согласитесь? Так, это я нашёл ключ, который пропустит меня куда? Сюда. Наверное. То есть мы изначально шли же за ключом. Интересно, могут ли быть какие-то секреты с этими деревьями? Такой, типа, поворачиваешься и бах, у тебя на дереве какая-то фигня. Предлагаю сделать вот так. Сохранялку. Так. Да, я, в общем... Опс, факел догорел. Факел убираем. Ставим ли мы новый? Раз, два, три, четыре факела у меня. Давайте. Надеюсь, у меня потом с ними не будет проблем. Или стоило бы подождать до утра, но не знаю, насколько это... Блин. Очень пахнет боссом. Хотя, ладно. Босс недавно же был... Рычажочек. А как мне к нему попасть? А, дружочек, рычажочек. Явно не с этой стороны. Хорошо. Давайте откроем карту до конца. О! Погоди. Нам это надо... Вот, погоди. Сначала сюда. Что здесь у нас? О! Там тоже можно пройти, если что. Что за крысолюд? Их два. Зачем? Я не хочу. Минус один. Ай, блин! Я забыл, как все работает. Он же не попадет по нему. Так, хорошо. Мясо. Мясо мне нравится. В этом еще такие ребята есть. На, поэтому можно ударить. Уровень. А, че? А, не, я попал, что ли? Уровень. Хух. Чуть не отъехал. Что с тобой? Рани не в руку. Ты не можешь атаковать этой рукой или использовать щит. А это как тогда? А как его лечить-то теперь? Ладно. Давай, хр-хр. Хорошо. У меня есть другая рука, но... А как мне ранение-то вылечить? Ты не офигел, собака? Кстати, факел-то убираем. Стоп. Да, лечебным зельком только получается. Или кристаллом. Все, понял. По крайней мере, теперь будем... Ну да, я потратил зельку, но по крайней мере, теперь мы знаем, как это работает. Маг. Дружище. Навыки. Магия огня. Концентрация. В третьем уровне во время отдыха станет восстанавливать. Мне, кстати, это нужно. За каждое очко на пятом уровне навык ты получаешь стойкость к огню плюс 50. Это пять уровней нужно сюда вкинуть. У нас есть концентрация. Так. Н20 энергии. Я, наверное, пока что... Блин, я даже не знаю. Сюда или сюда. Давайте по очереди. Один в концентрацию, один в огонь. Значит, пока что концентрацию. Ты у нас... Вкидываем тебе броню. Продолжаем. Нам нужно дойти хотя бы до... РУХОКО. РУХОИ. Это трудности перевода какие-то? Или... Чёрт. Помните, у нас была проблема... с переводами в прошлый раз. И... У меня некоторые загадки из-за этого было очень трудно решить, потому что... Проблема с переводом. Зачем тут это место? Хо. Так. Тут дверь, тут проход, тут проход. А что вот это, собственно, за байда? Что? Оно как-то должно... А оно тупо открывается, если что. Не-не-не, погодите, ребят. Я сначала лес исследую. Кстати, на этих гадёнышей яд неплохо работает. Они дохнут. То, что они мне руки повреждают, это не очень приятно. Ну, скорее. А, ещё и промах, спасибо. Ты уровень получил. Тебе уровень, опять же, пойдёт в... В броню. Серьёзно, пока уровни идут довольно неплохо, вкидываем в то, что нужно, в то, что потом нам оправдается. И чё ты тут охранял? Грибы, вижу. А, ещё и ты уровень поднял. Какой молодец. Так, тебе дальше идём в алхимию, наверное. Ему нужны будут алхимии и огнестрел, или же стрелковые. Посмотрим, что у нас будет. Пока что кидаем в алхимию, потому что мы ещё не определились с оружием для этого перца. Мы сможем крафтить бомбы, сможем... Ой, дубина. А дубина, она сколько хорошая? 5.15. 7.22. Ну, так а толку мне с этой дубины? Если у меня есть вот это... Лёгкое оружие. А, это ещё и лёгкое оружие. Тогда погоди. Я думал... Всё-всё-всё. Я понял, как это распределяется. Оно что-то не на... 5.15. 4.13. Ну да, тогда оно получается лучше. А прокачав лёгкое оружие, мы сможем там ещё и... Использовать кинж... Я могу использовать кинжал, кстати. Правильно, могу. Хорошо. Ходим пока что с дубиной. С дубинушкой. Ты у нас... Шлем-то есть. О, у тебя нету шлема. На, держи. Ну, хоть как-то будем одевать наших ребят. И у тебя... Это у нас что? Защита 2. И тут у меня защита 3. Защита... Э, это такая же? Это такая же. Защита 2. Это... Живучесть 1 добавляет. О, рваная рубашка. Вот тебе нужно поменять. Вот так вот сделаем. Всё. Вообще суперски пока что выглядит. Всё. Больше ничего нету. Хорошая нычка. Прикольная. Шмоточки дали. Оружкой новой обзавелись. Так, это у нас точно лёгкая, да? Лёгкая дубинка. Э, покрытая угрожающего вида металлическими шипами. Хорошо. Хорошо. Надо просто в голове у себя держать, что, ну, вот, дубины это не обязательно тяжёлое оружие. О, даже вот так? Ну, пойдёмте. Это... Ну, теоретически это тоже подземелье, но очень далеко. Там что-то лазит. То, что там что-то лазит, на самом деле, меня не особо пугает. Блин, знаете чё? А в ямы-то падать нужно. В то подземелье, где мы яму закрыли, там же следовало бы, наверное, упасть в эту яму, посмотреть, что там. О, хлебушек. О, хлебушек. Он здесь. Выходи. С поднятыми когтями. Это я заберу, если вы не против. Звучит как кристалл. Это те, кто я думаю? Ты... Да какие промахи! Он мне вообще сейчас танка убьёт. Да-да-да, давай, бей по-другому. Стой. Они там за дверью. Всё, спим. Я не собираюсь с ними биться в таком состоянии. Блин, у меня и выстрелов-то, кстати, не осталось. А-а-а-а-а. но иди сюда ну не промахивайся пожалуйста я стрелять не могу мне камни закончились надо бы еще я наверное подкинуть когда по ним красный урон проходит типа хорошо хорошо уронами вливаю или но поэтому сейчас белый урон чтобы не на нем ага 5 устал о камушки кинжальчик напряжненько тут напряжненько запросто можно было забежать в угол и сдохнуть где-нибудь так что тут хочешь нет пути назад спасибо я пошел назад вот это вот надпись она мне очень сильно мешает нет пути назад блин у меня тут получается дофига мест куда я могу сходить хорошо пока что оставил этот данж мы сюда еще вернемся ребятушки вот что я предлагаю сделать во первых вылечиться полностью во вторых оп давайте вот так и в пяточку я немножко рассортирую инвентарь и продолжим с вами тогда в следующей серии спасибо что были с нами всех удачи добра бобра всем молодушек и всем покеда удачи а Субтитры подогнал «Симон»